Продолжение следует... А сейчас мы начнем, пожалуй, опять заново с классики, чтобы закрывать опять те гештальты, которые почему-то не были закрыты до этого. Какие у нас задачи в принципе в хирургии при меланоме? Это стадирование, по сути, мы сузились до стадирования и каких-то циторедукций. А в отношении стадирования нам принципиально стадировать хирургически первичную опухоль и лимфоколлектор. Если мы говорим о первичной опухоли, то, безусловно, основная задача – это просто тотальная биопсия. Нам нужен просто качественный материал, который мы отправим нашим дорогим морфологам. Как его получить? Варианты простые. Это, по сути, эксцезия, тотальная биопсия. Панчем вы это сделаете или скальпелем. Задача, чтобы материал был не изменен термически, чтобы у нас его было достаточно, и чтобы у нас опухоль была целиком удалена. Чтобы мы определили основные параметры первичной опухоли. Можно сделать и шейф-биопсию, безусловно, но это все-таки техника для продвинутых пользователей. И речь, как правило, в данном случае идет о поверхности, распространяющейся меланомии. Как сделать правильно эксцезию? Не зависит, по большому счету, от того, где локализована опухоль. Правильно сделать ее под местной анестезией, безусловно. Сделать минимально травматично в соответствии с путем лимфоотока. И почему важно учитывать путь лимфоотока при выборе метода закрытия раны, я скажу пару слайдов вперед. Хирургический отступ при так называемом широком иссечении. Широкое иссечение – это исторический термин. И он не особо широкий в настоящее время. Обратите внимание, что даже при толстенных и изъязленных меланомах все равно отступ составляет 2 см. И то есть очень важный нюанс, который отражен в наших рекомендациях, что эти отступы могут быть модифицированы в зависимости от конкретной клинической ситуации. Если речь идет о лице, если речь идет о кисти, о стопах, то, конечно, у нас не будет 2 см для этого широкого иссечения. Вы можете модифицировать отступы. Главное, помните, что первичная эксцезия влияет на дальнейшее течение заболевания в отношении стадирования уже лимфоколлектора. И вот я прихожу к стадированию лимфоколлектора. Категория N подразумевает, что если у вас есть показания для биопсии сторожевых лимфоузлов, вы должны ее выполнить. Иначе вы в стадии первичного заболевания должны указать NX. Какие у нас показания для биопсии сторожевого лимфоузла? Если толщина опухоли составляет больше 0,8 мм, или у нее есть изъязвление, ее может и не быть, если опухоль толще, безусловно. Она может быть и тоньше 0,8 мм. Но вы в репорте ваших морфологов должны выяснить, что происходит с методическим индексом. Если он больше 1 мм2, это уже высокий методический индекс. И есть ли лимфоваскулярная инвазия? Если эти параметры есть, это уже показания для биопсии сторожевых лимфоузлов. Вы не можете оставить так вашего пациента, не подвергнув его этой процедуре. Есть и уточнение, что стоит рассмотреть вопрос выполнения биопсии сторожевых лимфоузлов. Если речь идет о молодежи, и молодежь это младше 42 лет на секундочку. Локализация области головы и шеи, ну и опять-таки лимфоваскулярная инвазия и высокий методический индекс. То есть у нас очень широкая группа пациентов, которые должны подвергаться биопсии сторожевых лимфоузлов. Нужна ли эксцезия во всех случаях, когда мы планируем биопсии сторожевых лимфоузлов? Мы реальные клиницисты и понимаем, что к сожалению к нам приходят пациенты уже с такими формами меланомы. Естественно, подвергать этих пациентов двухэтапному лечению, сначала эксцезии, дожидаться репорта, в котором мы увидим естественную меланому, толстую меланому, изъезленную или акральную меланому, никакого смысла нет. Делайте сразу же так называемое широкое исчение, широкое исчечение и затем одномоментную биопсию сторожевых лимфоузлов. В чем принцип этой процедуры, этой операции? Мы понимаем, что есть определенный паттерн лимфотока от первичной опухоли. И соответственно есть лимфоузлы, которые первые берут опухолевую нагрузку от первичного очага. Наша задача понять, есть ли там клинические оккультные метастазы. Здесь очень важна терминологическая история, что это не микрометастазы, это морфологические критерии, а клинические оккультные метастазы, то есть которые вы не выявили при исследовании пациентам перед операцией на УЗИ, на АКТ, на МРТ, может быть, если вы назначили этот метод. Вы не обнаружили их путем лучевой визуализации. Следовательно, нужно идти дальше, если у вас есть показания. Чем обнаружить сторожевой лимфоузел? Как картрировать? Это могут быть применены нано-коллоиды технециям, радиоизотопы. Это может быть ICG-технология, интенсионин зеленый. По старинке изосульфан синий можно использовать, конечно, в комбинации, но в России это не зарегистрировано. Поэтому золотым стандартом Российской Федерации является использование нано-коллоидов с технециям. Именно его мы используем для прослеживания трассы лимфооттока. Надо понимать, что это, безусловно, оператор-зависимая методика. И это малотравматичное диагностическое вмешательство. Это не лечебное вмешательство. Мы не выполняем циторедуктивную операцию. Мы не улучшаем прогноз при меланоме, выполняя биопсию сторожевых лимфоузлов. Мы его улучшим, если в последующем назначим адъювантную терапию. Следовательно, и процедура эта должна быть малоинвазивной, малотравматичной. Мы должны понимать, что важна связка с нашими радиологами. И не надо игнорировать выполнение ФКТ перед операцией непосредственно картрирования, лимфокартрирования, лимфосцитографии. Потому что как будто бы неожиданные пути у нас лимфотока. Но если у вас пяточная зона, естественно, надо проследить, что у нас в подколенной области. Подколенные лимфоузлы тоже могут быть сторожевыми, как ни странно. И локтевые лимфоузлы могут быть сторожевыми. Не надо их пропускать и сразу идти в пах или в подмышку. Там тоже бывают метастазы, как показывает практика. Поэтому иногда это требует определенной технической сноровки и определенной специфики интероперационной. Но нельзя игнорировать эти лимфоузлы. К вам вернутся пациенты с прогрессированием заболевания, если там все-таки были клинические оккультные метастазы. Не забываем про билатеральный лимфоток. Если у вас первичный очаг на передней грудной стенке, лимфоток может быть в две стороны. Если это вообще зона пупка, то это может быть и обе акселярные области, и обе паховые области. И да, в данном случае нужно будет залезть во все четыре бассейна лимфоотока и из каждой из них найти сторожевые лимфоузлы. Пациент может быть удивлен, но тем не менее ему надо объяснить, зачем мы это делаем. Это, наверное, самый редкий случай в жизни, когда размер не имеет значения. И когда мы говорим о сторожевых лимфоузлах, они могут быть очень маленькими, они могут быть визуально неизменены. Но речь идет о скоплении опухолевых клеток, которые, естественно, может обнаружить только морфолог. Речь идет о нанометрах в измерении. Поэтому говорить о том, что пациентам говорите интероперационно, что я не увидел ничего особенного в лимфоузлах, поэтому ничего не удалил, или удалил те, которые были увеличены. Нет, вы должны проследить их путем специального красителя, безусловно, о котором мы уже говорили. У нас довольно большой опыт, и мы выполняем порядка 250 биопсисты рожевых лимфоузлов в нашем отделении. И поэтому можем говорить и о отслеженных результатах. Можно ли выполнять данную процедуру отсроченно? Почему-то вопрос, который постоянно поднимается. Да, можно. И у нас нет, на самом деле, четких критериев для сроков выполнения этой процедуры. Постоянно возникают дискуссии, потому что указанные три месяца. Зачем они указаны три месяца после операции? Наверное, чтобы держать нас в дисциплине, и чтобы мы все-таки выполнили и назначили эту терапию, а не отсрочили ее до бесконечности. Эта процедура должна быть выполнена. У нас есть и данные, объединенные двух центров, и Блохина, и Петрова. Суммарно почти 1400 пациентов было проанализировано. Обратите внимание в отношении отсрочки. Кроме первичных иссечений с БСЛУ, у нас есть действительно длительные отсрочки от первичного иссечения. В среднем они составили порядка двух месяцев. То есть мы укладывались в этот период, но были и действительно экстремальные отсрочки, например, дольше трех месяцев. И что мы обнаружили? То, что в рамках этих отсрочек больше трех месяцев, дольше трех месяцев, в 41% мы обнаружили клинические оккультные метастазы. То есть это была обоснованная процедура, которая позволила даже спустя такое время назначить одевантную терапию. В качестве деэскалации хирургической травмы, наверное, гинекологи, если есть залия, подтвердят, что в данном случае чаще всего речь исторически шла бы о гемеволевоктомии, гемеволевоктомии и так далее. Но слаженная работа с дерматологами, с морфологами позволяет минимизировать эту травму. Я благодарю Дениса Сергеевича, который отправил к нам этого пациента после первичной эксцезии и согласовав ее на амбулаторном этапе с хирургом, который выполнял ее. Затем уже отправили к нам после первичного удаления для выполнения широкого так называемого исчения. Это речь идет не о гемеволевоктомии и одновременной биопсистой ржевых лимфоузлов. В данном случае у нас не подтвердились клинические оккультные метастазы, и мы при сохранении довольно неплохого эстетического результата пациента сейчас наблюдаем в отношении меланома. Нам в практическом смысле нужна эта процедура для назначения адъювантной терапии. Ради этого мы и выполняем ее. Выполнять ли тотальную диссекцию после позитивных сторожевых лимфоузлов? Эта процедура не повлияет на меланомоспецифическую выживаемость. Да, она улучшит региональный контроль. Если у вас нет лимфоузлов, то не будет в них метастазов. Но на общую выживаемость по меланоме это не повлияет. И в принципе в настоящее время основной тренд в снижении количества и качества осложнений при лимфодисекциях. И вот на меня здесь смотрит Жозеф Дюкен укоризненно, потому что наши учителя не позволили бы сделать такую акселярно-подключичную лимфодисекцию с сохранением тракодорзальных сосудов, нервов и так далее. Это все относилось бы к единым блокам. Мы можем модифицировать наши лимфодисекции в настоящее время для улучшения функционального результата, косметического результата. И опять-таки, казалось бы, мы так сузились, я подошел уже к циторедукциям. И наступает по сути время циторедукции со звездочкой. Когда к нам приходят пациенты, уже леченные и иммунотерапии, и таргетные терапии. И у них есть перспектива. И есть перспектива циторедукции. Конечно, здесь уже не модифицировать эту лимфодисекцию при таком распространении, на КТ распространение локально. Но, тем не менее, эта процедура, эта циторедукция будет оправдана. Она не носит исключительно санитарный характер. И мы в множестве случаев и на нашем ДК обсуждали этих пациентов, которые затем отправлялись на продолжение терапии в условно-одюантном режиме. И наблюдаем их по сей день. Как и в данном случае один из последних наших пациентов, у которого, по сути, была операция отчаяния на фоне уже проведенной терапии. И прогрессирование, в том числе, на таргетной терапии. И, тем не менее, выполнив эту циторедуктивную операцию, да, она была технически непростой. Пациент вернулся на днях к нам. Вот этот снимок вчерашний. Несмотря на действительно косметический дефект, он жив по настоящее время, получает таргетную терапию. Мы понимаем перспективу этих циторедукций. Не надо отказываться от этих больных. Наверное, здесь очень важно найти то место, где им помогут. И в отношении хирургических подходов мы должны понимать то, что в настоящее время наступает эпоха неодивантных подходов. И этому будут посвящены еще доклады. Безусловно, будет обсуждение посвященное неодивантному подходу при третьей стадии меланомы. Эти пациенты должны быть рассмотрены на неодивант. Условный неодивант. И затем уже проведение хирургического вмешательства. Не надо торопиться с хирургией сразу же. Идутся и клинические исследования в этом отношении, и не надо их игнорировать. Действительно, очень интересные результаты мы получаем. Остановлюсь на ключевых моментах и выиграю время, наверное. В настоящее время эпоха корректного малотравматичного стадирования. Эстетичного стадирования. И прежде всего мы хирургируем на первом этапе для определения дальнейшей тактики. Мы стадируем заболевания для назначения дивантной терапии. Мы выполняем разумные и малотравматичные циторедукции. И всегда держим в голове неодивантную терапию. Мы работаем в новой эпохе системной терапии меланомы. Большое спасибо за внимание. Я с радостью отвечу на ваши вопросы. Большое спасибо, уважаемый Григорий Владимирович. Коллеги, есть ли вопросы? Не может не быть вопросов в зале. Просто мы не видим из-за яркого света. Спасибо большое за очень интересный доклад. Касается вопрос, касается биопсии стражевых лимфатических узлов. Понятно, когда выполнили биопсию, стражевый лимфатический узел не поражен, пациент не получает ни одивантной терапии, ничего. Может быть у вас есть данные, в каком проценте случаев последующего пациента все-таки появлялись в регионарном коллекторе метастаз? Это первый вопрос. И второй вопрос. Когда вы находите поражение микрометастаза одного лимфатического узла, выполняете селективную лимфодисекцию? Не классическую, как Дюкенова говорит, а селективную лимфодисекцию. В каком проценте случаев, может быть у вас есть данные, вы выявляете еще метастатическое поражение в тех лимфатических узлах, которые были дополнительно забраны? Вот эти два вопроса, пожалуйста, если можно. Спасибо большое за эти вопросы. И, наверное, это и есть то вступление, с которым я начал. Остановлюсь на втором вопросе, прежде всего. И сразу перейду к соответствующему слайду. Выполняет ли лимфодисекцию после выполненной биопсисты рожевого лимфоузла, даже если она была позитивной? В настоящее время большого смысла выполнения завершающей лимфодисекции нет. И мы ее никогда не выполняем. То есть в настоящее время протокол таков. Мы выполняем биопсисты рожевого лимфоузла. Естественно, в данном случае мы не отправляем материал на срочное гистологическое исследование. Мы не используем криостаты для этого. Мы получаем результат в плановом морфологическом исследовании. Всегда в плане. Никогда в срочном. Мы потеряем материал. Невозможно выявить клинические оккультные метастазы нашим морфологам, если мы будем отправлять им такой материал. Мы будем пропускать его в подавляющем количестве случаев. Итак, это плановое морфологическое исследование, поэтому интероперационно никакое решение не может быть принято. Выполнили биопсисты рожевого лимфоузла, нашли визуально в 99% случаев неизмененные лимфоузлы и завершили операцию. Это может быть один лимфоузел, это может быть два лимфоузла. И уже после ответа морфологов мы принимаем решение. Либо мы оставляем поддинамическое наблюдение, либо это как при 2-й Б, 2-й С стадии можно рассмотреть вопрос одевантной терапии, или назначаем одевантную терапию при 3-й стадии, если они были позитивными. И, безусловно, есть случаи прогрессирования в лимфокорректоре при отрицательной биопсии сторожевых лимфоузлов. То есть, если у вас сторожевые лимфоузлы были чистыми. Такое бывает, и это может быть связано с разными факторами, как с прогрессированием меланомы. Ну, это хорошее объяснение для хирурга, но может быть связано с нарушением техники. Нарушением техники введения, нарушением техники отслеживания лимфосцитографии, лимфооттока и выполнением самой биопсии. Хирургических ошибок в данной процедуре очень много. Мы с Ассоциацией Меланомы ПРО нередко проводим мастер-классы, выездные мероприятия, и понимаем, что даже те клиники, которые начали выполнять эту процедуру, и даже уже выполняют ее на потоке, выполняют большое количество технических ошибок. И кривое обучение в этой процедуре тоже есть. Я, наверное, ответил на оба вопроса. Может быть, у вас какая-то цифра есть, вот процент примерно, все-таки возврата заболеваний, если выполнили биопсию стражер-лимфатического зла, выполнили химические исследования, нашли микрометастазы и в последующем наблюдали пациента. И эта цифра будет разниться в зависимости от центра, где она сделана. Если это центр, обладающий компетенцией, она будет меньше 5%. Ну, около 5%. Меньше 5%. И еще такой вопрос, ну, начали с второго штата. Я так понял, что на сегодняшний день в Российской Федерации в случае поражения регионального лимфатического зла по микрометастазу, да, лимфодисекции уже не выполняются вообще. Нет, есть клиники, которые придерживаются этого. Только Адюван, да? Только Адюван. Основной сейчас тренд именно в Адюванте, и если мы откроем рекомендации, то рекомендованный режим ведения данных пациентов – это именно Адюван. В редких исключениях можно выполнить лимфодисекцию. Но это будет исключение из правил, и тому должно быть обоснование. То есть клиническая практика отказалась от лимфодисекции? Профилактических лимфодисекций полностью. Понятно. Спасибо. Дорогие коллеги, есть ли еще вопросы? Да, если можно. Да, конечно. Добрый день. Еще раз спасибо за доклад. На самом деле вот с подмышкой все понятно. Там единый блок удаляется с торакодорзальными, без торакодорзальных, но там получается хороший блок. При операции имени гражданина Дюкена, когда вы считаете необходимым удаление подвздошных следующего этапа? Прекрасный вопрос. И когда речь идет о поражении пахово-бедренной группы, верифицированное поражение, клинически измененные лимфоузлы, мы в нашей конкретной клинике не выполняем подвздошную лимфодисекцию. И если речь идет о поражении подвздошных лимфоузлов, естественно, эта процедура выполняется. Но это такой вопрос уже не связанный с БСЛУ, это именно, мы говорим сейчас, цитаредукция. Более того, есть случаи, когда выполняется пахово-бедренная подвздошная лимфодисекция. Спасибо. Я хотел сказать, что в последующем выполнении удаления подвздошных труднее технически после выполненной Дюкена. Поэтому как бы и достаточно часто находится поражение даже при клинике УЗИ ПЭТ неопределяемых подвздошных лимфоузлах. Мы еще пока при клинических и верифицированных метастазах, макрометастазах в паховых лимфоузлах, мы выполняем все-таки расширенный вариант. Это тяжелее для пациента, но достаточно большой процент нахождения поражения. Видимо, у нас разная группа пациентов. Спасибо. Да, дорогие коллеги, пожалуйста. Мы говорим о хирургии. И да, вот предыдущий докладчик говорил о локальных методах воздействия на министатическую болезнь. Даже печень, даже там, допустим, легкая или что-то еще. Эти пациенты, разумеется, они находятся, наверное, в отделении упаковки печени и поджелудочной железы. И как часто на вашем ДК рассматривается хирургия печени при ольгамистатической меланомии. Так же, как и, допустим, ольгамистатическое поражение легкого. Большое спасибо. Шикарный вопрос. И, на самом деле, как говорил Павел Васильевич, то, что это очень редкая группа пациентов, когда мы говорим о ольгометастатическом поражении, изолированной печени, изолированной легком. Эти пациенты, безусловно, рассматриваются, в том числе и на большую хирургию. Ну, так сказать, не мини-инвазивную, не на интервенционную хирургию, а на, в том числе и на циторедуктивное вмешательство. Но я не припомню, чтобы при метастазах меланомы в печени, даже изолированной, мы прибегали к резекции печени в какой-то период времени, доступной мне сходу. В отношении легкого. Чаще всего данные пациенты появляются, когда у нас есть подозрение на метастатическое поражение. То есть какие-то мелкие очаги, или 1-2, или 1 очаг в легком, который был выявлен при наблюдении за пациентом, и он в данном случае, потому что мы не можем исключить метастатическое поражение, отправляется на видеоторкоскопическую операцию с целью, может быть, атипичной резекции легкого, но так и иначе для верификации этого процесса. То есть не исключительно биопсии, а для резекции. Был у нас случай, помню, удалили среднюю долю, потому что в ней было несколько метастазов, которые подтвердились как метастазы меланомы, и получилась такая неожиданная циторедуктивная операция в легком по поводу меланомы. Такие случаи тоже бывают. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? На самом деле мы исчерпали время для вопросов. Я позволю тебе буквально один очень короткий вопрос, буквально да-нет. Вот АСКО-2024 недавно закончилась, и была представлена клиническая валидация так называемых прогностических моделей для показаний или противопоказаний к биопсии стажевого лимфоузла. Две модели были разработаны в Мойн-Слон-Кэтрин и, собственно говоря, в Миланомнице Австралии. Все они имеют набор характеристик, которые вы уже упомянули. Но они выдают результат в качестве процента вероятности поражения стажевых узлов. Вы пользуетесь в реальной практике, или вы считаете это избыточная история? Я думаю, что мы будем ими пользоваться через некоторое время, но в настоящее время мы пользуемся тем, что я представил на слайдах. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.